Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 11 сентября и свой ролик я посвящаю луку. Можно ли вырастить лук из семян или обязательно нужно сеять сивок? Конечно, можно. Вот задают мне такой вопрос. Конечно, можно. Я знаю, что многие садоводы сеют сивок под зиму, но точно так же, с таким же успехом, мы можем посеять семена лука под зиму. Для этого нужно приготовить заранее грядочки, приготовить бороздки, убрать грунт, которым мы будем присыпать в дальнейшем эти бороздки, куда-то в теплое место и ждем понижения температур. Как только грунт начнет промерзать, в этот момент мы можем посеять семена лука. И не только лука, а также можно посеять и морковь, и, в общем-то, цветочные культуры многие. Самое главное, чтобы грунт уже начал подмерзать, чтобы не было такого, что семена набухнут и тогда они весной у нас не взойдут, если мы их посеем раньше. Также можно посеять этот лук весной, ранней весной, это в марте месяце. Дело в том, что если появилось перо, если появились всходы лука, даже минус 8 градусов не погубят, вот это вот перо, эти всходы. Поэтому можно сеять и весной. Если вы посеете под зиму лук, семена лука, обязательно нужно знать, что сеем мы его не глубоко. Максимальная глубина посева это до полутора сантиметров. Лучше, если мы его посеем на глубину 1 сантиметр. Присыпаем сверху теплым грунтом, который у нас где-то находился в теплом помещении. Немножко притрамбовываем этот грунт и, в общем-то, оставляем до весны. Ранней весной накрываем пленкой, грунт оттаивает и появляются, в общем-то, достаточно быстро всходы. Если вы не приготовили теплый грунт, не унесли куда-то в теплое помещение и будете присыпать замерзшим грунтом, то тут, конечно, можно посеять уже на глубину 2 сантиметра, потому что замерзший грунт, когда будет таять, в общем-то, семена могут оголиться. То есть, вот об этом нужно помнить. Вот здесь у меня лежит на столе лук, который я выращивала из семян, выращивала через рассаду. Но почему у меня не очень такой крупный лук? Потому что у нас в Свердловской области в этом году было аномальное лето, аномально жаркое. И, в общем-то, полива не хватало, поэтому лук не крупный. Но, тем не менее, могу показать, какая масса луковицы. Тут, конечно, у меня мелкие луковицы привезены, крупные у нас еще до сих пор в саду. Ну, так, ориентировочно, вот луковица 78 грамм, вот эта луковица 81 грамм, такая вот тяжеленькая, хорошая. Видите, нигде никакой гнили, ничего нет, все в порядке. Так, тут луковица 96 грамм, ну, хорошей средней массы луковицы. Так, здесь у нас 145 грамм, так же, видите, все чистенько, нигде никакой гнили. И последнюю луковицу взвесим, 82 грамма, 81, 82. Так, теперь весы мы убираем, и я покажу вам, какие семена, семена, каких сортов лука можно сеять, вот как раз выращивать в однолетней культуре. Эти семена, так же, вы можете посеять дома весной на рассаду. Никакого особого ухода нет, я оставлю ролик, вернее, ссылку на ролик, где я показывала, как выращивается лук из семян. В общем-то, и можете посмотреть, все очень легко и просто. Единственное, что поливать нужно, следить за поливом. Очень хорошие луки, я вам сейчас сорта покажу, сорта и гибриды, которые, ну, зарекомендовали себя среди садоводов, очень хорошо. Ну, и это значительно дешевле, чем покупать сивок. Семян лука, вот даже если вы посмотрите, 0,5 грамма в упаковочке, кажется, что это немного, на самом деле, это достаточно большое количество. Сначала покажу острые сорта для любителей острого лука. Это лук стурон, это все покажу сейчас сорта и гибриды, которые выращиваются в однолетней культуре. Лук стурон сортовой, затем апорта, замечательный лук, очень урожайный, но также он считается острым луком. И все эти луки очень хорошо хранятся. И лук феодал, тоже острый, плоскоокруглый, тут 0,5 граммов, апорта у нас 1 грамм. Это очень много семян. Так, затем, значит, у нас лук от компании Семка, золотистый Семка. Это сейчас у меня, сейчас вот начинаю я показывать полуострый, слабоострый лук. Вот я больше такой лук люблю, не очень острый. Это золотистый Семка, великолепный гибрид, очень хорошо хранится. Здесь у нас 1 грамм семян довольно-таки много. Буду немного ближе показывать, если кто хочет, есть желание, можете прочитать информацию об этом луке. Так, Red Семка, также от компании Семка. Это красный лук. Здесь у нас также 1 грамм, но 1 грамм это очень много семян. И вот поближе информацию можете прочитать. Сибирский золотистый, вот такой вот лук, он немножко вытянутый, овальный. Так, здесь у нас 2 грамма, это вообще огромная фасовка, я считаю. Северное сияние, также от Сибирского сада, красный лук. Тут у нас 1 грамм в упаковочке. Падишах от компании Гавриш. Здесь у нас 0,2 грамма, но 0,2 грамма это тоже немало семян. Лук Глоба в этом году, вот я выращивала Глоба и Эксибишн. Глоба полуострый тоже лук, 0,4 грамма это также достаточно большое количество семян. Лук Забияка репчатый от компании Гавриш. Здесь у нас 1 грамм семян. Затем сорт Форвард от поиска. Здесь мы видим также 1 грамм семян. И поисковский лук Есаул, тоже отличного качества. Эти вот сорта, они все хранятся очень хорошо и устойчивы к заболеваниям. 0,5 грамма. Так, и сейчас я покажу вам лук Гибриды, которые я буду тестировать летом 2021 года. Да, и еще лук Эксибишн. Почему-то у меня пакетика не оказалось. Лук Эксибишн и Глоба я в этом году выращивала. Вот Эксибишн тоже очень хороший лук. И при правильном уходе можно его вырастить до 800 грамм и до килограмма. Я буду тестировать летом 2021 года голландский лук Красный Дирижабль. Очень хорошие отзывы об этом луке. О этом я решила его вырастить в сезоне 2021 года. 100 семян в пакетике. Ну, представляете, 100 луковиц. Это очень даже хорошая фасовка. Вот, буду выращивать его. Затем буду выращивать лук Норвита. Также голландский. Здесь у нас также 100 семян фасовочка. И антилопа. Тоже голландский гибрид. И также 100 семян в упаковке. Ну, и также я буду выращивать Эксибишн и Глоба. Буду сеять не по целому пакетику. Мне столько лука не надо. По пол пакетика вполне достаточно. Часть, наверное, я посею все-таки на рассаду. И часть прямым посевом семян в грунт. Буду сеять все-таки я под зиму, наверное. Не ранней весной. Потому что ранней весной довольно-таки сложно. Сыро, грязно и, в общем-то, неудобно. Наверное, все-таки позднюю осенью. Если осень будет сухая, хорошая осень, не сырая, если, возможно, будет пройти в сад, то, конечно, лучше с осенью посеять такой лук. Ну, вот, в общем-то, и все. При посеве семян, если будем сеять мы под зиму либо ранней весной, то есть без рассадным способом, то в лунке, в бороздке, куда мы будем сеять лук, желательно внести какую-то органику. Либо перегной, либо компосты какие-то покупные. Желательно внести. Если есть возможность внести удобрение АВА, всем тоже рекомендую. Сухое удобрение АВА на один год. Если с осени в бороздку мы внесли АВА плюс органику, поверьте, лук вы вырастите очень замечательный, без дополнительных подкормок летом. Если никаких удобрений пролонгированного действия вы не вносили, не внесете с осени при посеве семян и не внесете органику, то в течение лета, конечно, нужно будет подкормить лук. Провести хотя бы пару подкормок минеральных и раз в месяц органику нужно тоже будет вносить, для того, чтобы получить хороший лук. И не только хорошую массу луковицы, но и также, если достаточно питания луку, то луковицы будут в дальнейшем зимой прекрасно храниться. Отчего еще бывает такое, что лук плохо хранится, если недостаток магния и бора, то лук также храниться не будет хорошо. И ослабленные растения, если нет хорошей подкормки, они также летом начинают болеть очень часто. И еще очень важный момент, при выращивании лука не забывайте, что лук прекрасно себя чувствует только на нейтральных грунтах. Если грунт кислый, лук у вас будет всегда болеть. Поэтому, если есть возможность, почву лучше раскислить. И раскислить ее можно уже сейчас. Вот если у вас освободились какие-то грядки, на которых вы планируете выращивать лук, то сейчас можно внести либо доломитовую муку, либо известь пушенку, либо специальные раскислители. И когда грунт замерзнет, уже после этого мы посеем семена. Вот в этом случае вы получите прекрасный лук. Отлично он у вас будет храниться и не будет болеть. Я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.